Здесь не увидишь скучающих посетителей. Даже школьники младших классов, которые, как известно, не отличаются усидчивостью, сосредоточенно слушают. Ведь они могут не только увидеть, но и услышать, как играют тибетская чаша, дождевая палка, гусли, волынка и другие инструменты. Я сегодня увидел дудочку и какой-то странный инструмент, как гармошки. Мне еще и самому дали попробовать. Мне понравилось очень, когда мы играли на инструментах. Много инструментов у нас дуду. Мне понравилось колокол. И гармошка. Все. Красиво они звучали. Очень красиво. Одни не очень, другие очень интересно. Другие интересным звуком. Мне вообще не было скучно. Потому что тут было интересно. Музыкальное путешествие в истории этнокультуры с шутками и пословицами длится чуть более часа. Экскурсия носит учебно-познавательный, воспитательный и развлекательный характер. Ребята смогли не только попробовать себя в роли музыканта, но и примерить костюмы своих предков. В Управлении образования планируют организовать коллективные экскурсии на уникальную выставку для учащихся всех школ городского округа. Целью приобщения к музыкальному искусству, духовно-нравственному воспитанию. Наши учащиеся посетят выставку «Национальные музыкальные инструменты и традиционные одежды народов Евразии». Они пройдут шоу-экскурсии «Человек-оркестр». И сегодня у нас учащиеся уже седьмой школы посетили, им всем понравилось. Выставку посетили у нас заместители директоров по воспитательной работе. И уже от работы в своих школах они пригласят детей на данную выставку. Сложно поверить, но эту необычную экскурсию проводит всего один человек – создатель и хранитель Музея национальных музыкальных инструментов и этнографии Кабир Ямилов, который владеет более 40 музыкальными инструментами. А имея образование психолога и педагога, он умело совмещает эти две профессии. И его экскурсии шоу-программы не наскучивают аудиторией. Я управлял аудиторией. Я смотрю, если что-то ребенок немножко, ну, как-то немножко отвлекается, я меняю тему. Или применяю свои хитрости. То есть беру инструмент музыкальный самый простой, или какой-то интересный материал, который, видите, я же касаюсь, и поэзии звучит, высокая поэзия. Здесь и народная культура звучит. То есть народная традиция, а в народной культуре там богат. Это кладезь в мудрости народной. Ведь задача детей, наша задача, чтобы дети все-таки понимали, что это народ искусство, это особая статья. Основная цель выставки – это познакомиться с историей создания древних инструментов и национальных костюмов разных народностей. Знакомство с выставкой доступно не только учащимся образовательных учреждений, но и всем желающим. Оригинальные экспонаты культуры народов Евразии пробудут в Нефтекамске до середины октября. Марина Медвинская, Никита Кабанов, информационная программа «Ежедневник».